Камбука, камбука, бака-вука, Девушки отдыхают Передохнем от холода Звучит двусмысленно 29 ноября Новорожденная Или Новорожденная Вспомним, пройдя небольшой тест Буква Ё празднует свой день рождения Нужна ли она в русском алфавите? Ведь на письме мы легко обходимся без не-е А споры на этот счет не утихают Например, как вы прочитали первое предложение С Ё или без не-е? Вседали можно обойтись безловкой буквы Что делать, если буква Ё есть в имени или фамилии? Сетевое издание «Учительская газета» и «Граммататор» вместе со своими читателями разберутся в этом спорном вопросе О хитрой и загадочной букве Ё мы писали не раз Как она появилась на свет и долго скиталась, пока не нашла свое место в алфавите Подробно рассказывается в материалах Расставим точки над Ё и Ё Мой Ё Короче, я прикалываюсь Как пишется, так и читаю Мы освещали и ситуацию, когда буква Ё есть в имени или фамилии Но вот в документах она превратилась в Е Если наши читатели хотят проверить свои знания В каких словах буква Ё нужна, а в каких мы употребляем ЕЕ неверно Можно пройти небольшой тест Пройти тест можно в расставим точке над Ё Или по ссылке, если тест отображается некорректно Некорректно Вот он тест Давайте его пройдем Количество вопросов в тесте 5 Далее В каком слове не нужна буква Ё? Значит, не ровен час Ренадер Новорожденный Так, ну похоже Хоть и ренадер Многие привыкли Но Скорее так Не ровен час А это Ренадер Ну или Гренадер А это Новорожденный Поставим Сюда Точно Далее А теперь наоборот Где Буква Ё Нужна Гололедица Скобрезный Многоженец Ну вот получается, что Вроде как типа Скобрезный Так, ну ладно Гололед Гололедица Есть и так, и так Окно Скобрезный Да, наверное Здесь Точно Далее А есть ли здесь Слово с буквой Ё Забытие Афера Житие Житие Значит Забытие Точно Далее И наоборот Буква Ё Не нужна В слове Свекла Опека Углубленный Наверное Все-таки Опекун Опека И буква Ё Не нужна Точно И последний Буква Ё Есть В слове Так Оседлый Грушевый Чернобурый Буква Ё Есть В слове Грушовый А Чернобурый Вот тут Она Есть Точно Результат Сто Процентов Введите Ваше Имя Да не хочу Я Вводить Своё Имя Вы Отлично Справились Узнавайте Больше Нового Сетевым Изданием Учительская Газета Так Ну Ладно А теперь Пройдём Пойдём Непосредственно К тому Что я Хотел Представить Вашему Вниманию На примере Песенки В лесу Родилась Ёлочка И вот Значит Я хочу В поиски Я зашёл Набрал Авторы Песни И тут Сразу Попалось Два Сайта Сьё И Сьё Елочка В лесу Родилась Елочка Мы Сейчас Туда И Заглянем Вот В лесу Родилась Елочка Вот Я сейчас Буду Читать По приколу Так Как Написано В лесу Родилась Елочка История Создания Песни Одна Из самых Известных Новогодних Песен В лесу Родилась Елочка В 2020 Году Отметила 120 Лет Она Легко Смогла Пережить Революции Войны И Экономические Кризисы Известно Что До 1905 Года В Российской Империи Главной Новогодней Музыкой Был Щелкунчик Чайкулского Но Потом Появилась Елочка И Потеснило Творение Великого Русского Композитора Москва 1905 Год Начались Забастовки Вокруг Дома Кандидата Биологических Наук Леонида Карловича Бекмана В Малом Патриаршем Переулке Постоянно Основали Разные Люди Трамваи Не ходили Надрывно Ревели Гудки Заводов И Фабрик Иногда Даже И свистели Пули Незадолго До этого Леонид Бекман Купил Для Дочки Верочки Журнал Малютка В нем Он Обнаружил Стихотворение Елка И Вот Тут Кстати Полный Текст Песенки Начинаю Читать Прикольно Гнутся В ветви Мохнатые Вниз Головком Детей Блещут Бусы Богатые Переливом Огней Шар за Шариком Прячется А звезда За звездой Нити Светлые Катятся Словно Дождь Золотой Поиграть Позабавиться Собрались Дети Тут И Теперь Ель Красавица Свою Песню Поют Все Звенит Разрастается Олосков Детский Хор И Сверкая Качается Елки Пышный Убор В лесу Родилась Елочка В лесу Она Росла Зимой И Летом Встроенная Зеленая Была Метель Ей Пела Песенки Песенку Спи Елка Баю Бай Мороз Снежком Укутывал Смотренья Замерзай Трусишка Зайка Серенький Под Елочкой Скакал Порою Волк Сердитый Волк Красою Промегал Веселей И Дружней Пойти Деточки Склонит Елка Скорей Свои Веточки В них Орехи Блестят Золоченные Кто Тебе Здесь Не рад Ель Зеленая Чу Снег По лесу Частому Под полозом Скрипит Лошадка Махноногая Торопится Бежит Везет Лошадка Дровинки На дровнях Мужичок Срубил Он Нашу Елочку Под Самый Корешок И Вот Ты Здесь Нарядная На праздник К нам Пришла И Много Много Радости Детишкам Принесла Веселей И Дружней Пойте Деточки Склонит Елка Скорей Свои Веточки Выбирайте Себе Что Понравится Ах Спасибо Тебе Ель Красавица Бекман Присел К пианино И начал Наигрывать А потом Вместе С дочуркой Вовсю Распевал Только Что Созданную Песенку Сам Ученый Не придавал Особого Значения Созданной Наспех Музыке Но его Жена Елена Александровна Она Закончила Московскую Консерваторию С золотой Медалью Дружила С Сергеем Рахманином Похвалила Мелодию И посоветовала Записать Бекман Отшутился Не нужно Это Да и не знаю Я Нот Толком Тогда Елена Александровна Сама Взяла Тетрадь Чернила И аккуратно Записала Придуманную Мелодию Уже В следующем Году Дочка Бекмана Выступала С этой Песней На празднике У друзей Семьи Песня Так понравилась Что Друзья Попросили Переписать им Ноты Слова В тот Год Леонид Бекман Переписал Вот тут Вот поставили Впервые Переписал Ёлочку Больше Десяти Раз И уже В 1907 Аду Песню Пела Вся Москва Леонид И Елена Бекман Позже Даже Издали Сборник Верочкины Песенки Где Была В лесу Родилась Ёлочка Во время Революции Когда многие Буржузские Песни Запретили Ёлочку Практически Сделали Детским Гимном Долгое Время Никто Не знал Кто же Автор Стихов К самому Знаменитому Новогоднему Хиту В СССР Существует Легенда О том Как Создавался Союз Писателей СССР Это был Первый Горьковский Набор Туда Попали Только Самые Известные Федин Фадеев Паустовский Бабель И т.п. Через Некоторое Время Когда Союз Организовался В кабинет Горькова Председателя Союза Постучалась Пожилая Женщина И Сказала Что Тут И Вот Пожалуйста Когда Союз Организовался В кабинет Горькова Председателя Союза Постучалась Пожилая Женщина И Сказала Что Очень Хотела Мы Вступить В Писательскую Организацию Горьки Спросил А что Вы Написали Только Детские Тоненькие Книжки И Еще В Журналах Извините Дорогая Наш Союз Писателей Это Сер Езная Нет Серьезная Организация Мы Принимаем Туда Того Кто Пишет Романы Повести Поэмы Объяснил Алексей Максимович Нет Значит Нет Пожала Она Плечами И Пошла К выходу Но Потом Обернулась Может Вы Слышали Хоть Одно Мое Стихотворение Какое Ну Например В лесу Родилась Елочка В лесу Она Росла Зимой И Летом Стройная Зеленая Была Горьки Так Это Вы Написали К тому Времени Это Была Единственная Широко Известная Детская Песенка На Которой Воспитывалось Несколько Поколений Да Я И Показала Журнал Малютка В начале Века Где Были Написаны Эти Стихи Правда Опубликованные Под Псевдонимом А.Э Ну Кстати Вот Что это Значит Несколько Поколений Поколения Это 20 лет Что это За Бред Так Несколько Поколений Пишите Заявление Вы Член Союза Писателей СССР Автор Песни В лесу Родилась Елочка Раиса Адамовна Кудашева Или Кудашова Вот Опять До революции Работала Увернанткой И Учительницей Впервые Напечаталась Под своим Именем В 41 Году Раиса Адамовна Не знала Что Елочка Стала Песенкой Только В 1921 Году Совершенно Случайно Когда Она Ехала В поезде Услышала Как Девочка Поет Ее Елочку Вот Видите Тут Ленивые То поставят Две точки То не ставят Стихотворение Было вновь Переиздано Перед самым Началом Войны В 1941 Году В сборнике Елка Составительница Сборника Эсфири Энден Специально Разыскала Автора Стихотворения И указала Фамилию Кудашевой Или Кудашовой В тексте А вот Теперь Посмотрим Вот этот Там где Этот сайт Где ее Сразу Выставлено Это Википедия Вот В лесу Родилась Елочка И вот Так Смотрим Вот тут Вот Проставлены Елочка Зеленая Была Вот Под елочкой Скакал Везет Лошадка Дровеньки То есть Видите Вот тут Все четко Так что Я вообще-то Говорится Ярый Ну Поклонник Буквы Йо Потому что Вот эти Вот Поползновения Там были Даже Предложения Убрать Ее Из Алфавита Ну Что Это За Чепуха А как же Матюки Известные Российские Как же Они Без Йо Непонятно Как Ну Как Говорится На Этой Оптимистичной Ноте Позвольте С Вами Пока 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 Какаться Ну Ну И Дальше Я Потом Использую Вот Текст Этой Песенки В Другой Моей Задумке Которая Ну Как Мне Кажется Интересная А Пока Пока Пока